А знаменитые одесские анекдоты, ты их слышала? Ну, у нас главный специалист по одесским анекдотам Анаиты Саханова. Она, кстати сказать, вышла со своим опросом на улицы нашего города и поинтересовалась у людей, а знают ли они одесские анекдоты? Я была недавно в Одессе, и мне рассказали один анекдот. Приходит, значит, одна одесситка в гости, берет изюм очень смачного, так почмокивая, кушает и спрашивает, скажите, а где вы взяли такой вкусный изюм? И ей отвечают, Розочка, берете вы, а мы покупаем. Встречаются две одесситки, и Розочка, одна другая говорит, Розочка, постесняюсь спросить, а кто вас стриг? И она говорит, мастерик, я понимаю, что мастер, а кто вам по профессии? Я был в Одессе, там стоит памятник неизвестному солдату. На нем написано, неизвестный солдат Абрамович. Ну, туристы подходят, смотрят, спрашивают там у старика, а почему у кого-то солдата? Фамилия известная же, неизвестно, был ли он солдатом. Ну, ладно, спасибо. Тогда расскажу я вам один анекдот. Это, значит, случай в Одессе, когда в Одессе-то кусает собаку, он начинает возмущаться, ему больно, говорит, я хочу компенсацию. И ему говорит, ша, ша, сейчас я буду держать собаку, а вы ее кусаете. Немец говорит, моя жена, как власть, идет так скромнее. Француз говорит, моя жена, как газель, такая трепетная. Ну, русский говорит, моя тоже сволочь, только не знаю, какой породы. Спасибо. Приходит в ресторан Абиссин, и официант говорит, официант, у меня в крабе будет салат, совсем нет крабов. И официант говорит, ну, когда у вас греческий салат, греков же тоже в нем нет. Вот так. Хорошего дня. Хорошего дня.